Защита от Mousesports. Соответственно, Speedy купил себе диффуза плюс двойные раскидки. Na'Vi, в свою очередь, играют с раскидками от Сизда. Так, он координатор, ингейм-лидер коллектива, поэтому он не закупает себе армор, а именно будет играть через банки. Оскар уже пропушил андерпасс, и его тут могут вообще не ждать. Эдвардс минусует Денниса. И вот Оскар его видит... Нет, его никто не видит, он сносит сначала Сизда. Начинает сражаться против Флейми, все-таки уходит, но, опять же, по нему информация уже получена. Симпл тем временем отрубает Ковача. Гардиан открывается против Оскара. Ну, и Оскара ноль шансов тут каких-либо, только если он не покажет какой-то дюжи скилл. Первый минус, второй полетит. Нет, не полетел пока что, однако на него брошены почти все силы игроков. Оскар, трипл килл, квадрокилл в этом раунде. Симпл остается один против двоих, и как же Оскар божит. Да, отлично. 1-0 для команды Mousesports. Немцы выходят вперед, неплохо подпушил у нас Оскар. Ну, вот на веселе начинает у нас Мауза. Возможно, именно такой вариант им и подходит. Ух ты, какая там засада была от команды Na'Vi. Оскар действительно крут сыграл, отличные киллы. И вот тут в конце просто не показали нам, жалко этот нюанс. Действительно, сделал максимум работы. Итак, как обычно, в таких ситуациях Na'Vi делают так называемый форс-бай. Покупают пистолеты, вторые, первые арморы и раскидочку. Ну, что самое главное, сердечко наше уже подпрыгивает. Не зря проснулись те, кто, соответственно, спал. И не зря вы не спали те, кто дожидался до самого конца, потому что интрига явно уже будет. С TechNine'ами и Desert Island'ами попробуют выйти Na'Vi в этом раунде. Пока что законтролили плато. Не видят они за смоками Ника на арке. Моута у них нет, чтобы его убивать, поэтому придется просто нахрапом выходить, стрелять и ждать, когда же все-таки Моуз-спортс здесь отдадут. Ну, непонятно. Непонятно, пока Моуза тоже пытаются угадать. Стоят два игрока на коннекторе. Есть также здесь Слово вместе с Ника, которые ждут начала пуша от Na'Vi. А Na'Vi очень медленно все делают. Na'Vi стоят. Na'Vi ждут. Na'Vi пытаются словить команду Моуз-спортс на какой-то ошибке, но немцы вряд ли пойдут в какой-то пуш. Они будут стоять как копаны до конца и на себя отыгрывать по максимуму. Хороший коктейль Молотова. Еще одна граната прилетает на точку B. 30 секунд. Na'Vi теряет очень много времени. В итоге пришлось потушить коктейль Молотова. Уходят Na'Vi на точку A. И в принципе делают все верно, потому что на Апленте один лишь Денис. Денис играет в пристройке и позиция у него не самая хорошая. Денис замещает боковуху, попадает в хедшот. Гардиан красный, симпл красный, но позиции у команды Мауз-спортс просто-напросто ужасные. Оскар ловит флейми. Эдвард татаризовает свой Дэдзет Игл. Наказывают моментально симпла. Эдвард забрал все-таки Оскара. Бомба устанавливается. Ситуация 3 на 2. Спиди с ОМП. Жмет. Эдвард делает свой килл. У ловела хорошая позиция. Действует через мидл. Эдвард под балконом. Эдвард лидает флешку. Ника находит Сизда. Здесь чудес. 2-0 за командой Мауз-спортс и у команды Na'Vi не так уж много денег. Но бомба стояла. Но если Педвард сейчас не откидывал флешку, то у него был бы нормальный тайминг. Должен выйти на размен мгновенно, как только его тиммейт погибал. Но как раз-таки не успевал сделать это Иоанн. И это первый раунд для Мауз-спортс. Точнее, второй раунд, прошу прощения, для Мауз-спортс. С Na'Vi поборолись неплохо. Выбили целых три девайса для Мауз-спортс. Соответственно, дэмэдж по экономике. И сейчас непонятно, что они тут будут делать. И МП-шка, да, и четыре М-ки. Сверху Na'Vi. Na'Vi берут вторые арморы с тэками, потому что поставили бомбу. И сейчас имеют возможность сыграть с такими девайсами. И потом уже выходить на нормальные калашики. А странно, как вообще такая ситуация получилась. Сейчас играют с арморами, а потом калаши. Ну, в любом случае, бомбы надо... Типа, если поставят. Я думаю, поставят, что нет, то с таким боем можно. Можно играть, стреляет. Деннис расстреливает очень серьезно Гардиана до 45 хп. Там еще и хаешка хорошая в эндерпасс улетела. Оскар с собой принимает одного. Ждет Симпла. Симпл открывается, но не попадает. Оскар по Симплу пользуется ситуацией. Убивает оппонента. Лоу вместе с Деннисом расстреливает и Эдварда, и Плейми. Гардиан включается в этот эпизод. Убивает Лоу. Спидди вместе с Деннисом падает. Оточных выстрелов Симпла. Даблкил от него. Трипл уже во всем раунде. И Ника Ковыч. Вот она надежда от него. Но 28 хп у него остается. И в конце концов его просто запивает. Он мог бы... Симпл квадрокилл сделал. Но он мог бы умнее сыграть здесь, наверное. Я имею в виду, Ника, что-то совсем уж простенько вышел на дверь. Мог бы там, не знаю, с балкона. А там три человека под балконом могли умнее сыграть. Симпл просто вышел через бок. Убил одного игрока, который там мидл принимал. А потом три человека легло от Симпла, по которому была информация. Ну и какая-то супернеразбериха была только что. Встанье команды Мауспорт. Саша этим воспользовался. Воспользовался отлично. И счет становится 2-1. Команда Na'Vi берет в итоге раунд. Оскар чекает мидл. Попадает в Ваню Эдварда. 12 хп у Иоана Сухарева остается. И Na'Vi решили сыграть медленно. Деннис потушил здесь огни на лонге. Guardian открывается underpass своими тиммейтами. Чекает уголы Оскар. Пытается через ЗЗ. Прошуете оппонента спиде. Думает, как же ему здесь сыграть. Пассивно, активно, чекать, не чекать. Ждет. Видит Смок. Пытается его подстрелить. Пока ничего не получается. Мы видим, что втроем обороняется Мауспортс. Na'Vi решили засесть. И, видимо, изменяет свой вектор атаки. Решили уйти на туннеле. И это будет именно B-Plant. Мауспортс пытается угадать. Переставляет спиде с оппонента на B. То же самое касается и Оскара. Ника должен был принимать в дальних дистанциях. Но его Desert Eagle в этот раз не помог. Lowell получает флешку у Куба. Уходит обратно в закрытую. Flamie с компанией. Уже начинают раскидки. Есть пару Моутовых. Оскар начинает гореть за Олениным. Ему достаточно больно досталось от Саши Симпла. И хаешечка от Flamie. Коби Брайан. До свидания, Оскар. Ловер на Клэрлс дистанции. Играет с Куба. Ничего не получается. Также и у Спиди Деннис остается один. Деннис со вторым армором. У МП в принципе можно сейвить. Он идет дальше в дроп-рум. Падает. Оцеливает Сизда. Подбирает его АК-47. Но при этом, естественно, будет зажат со всех сторон. И шансов у нас очень мало теперь у последнего команды Мауспортс. Деннис погибает. Чет становится 2-2. И денег у немцев нет. По 2-тысячи долларов нужно делать полное эко. Легчайшие розыгрыши. Молодрожденных побеждать. Мало того, сейчас они еще зарабатывают очень-очень большой объем денег. Мауспортс мертвых президентов не хватает на байп. Поэтому сейчас они вынуждены играть с P250 и четырьмя юспиками. Ну и никакой засады, я так понимаю, они делать не будут. Пятером нигде сидеть не стали. Решили пустить двух игроков в лонг. Тройка обосновалась на B-Plantia. Тем временем на дроп-руме в Симплс компания начинает развлекать коннектор. И Спиди сносит Сизда. Симпл спрашивает откуда. Получает информацию. Видит Спиди. Получает в голову. 19 у него хп остается. И есть Никаскот. Он был уже погиб. Деннис в тем временем справляется с Эдвардом. Флейми отстреливает Деннис. И Симпл продолжает развлекать двух игроков на дроп-руме. Одного из них убил. Второй прикончил его. Никаса контролил АК-47. Седьмой Оскар будет вместе с ним играть от коннектора. Однако Нави уже поставит бомбу и будет ее защищать. Два на два. Хорошие шансы сейчас у команды Нави в любом случае. Потому что бомба-то стоит. Ника залез в пристройку. Оскар красный. Ника просел. Флейми обороняет один несколько позиций. И любой, кто на него выйдет, скорее всего погибнет. Гардиан на пленте. Пока никого не слышит. Должен догадываться, что справа от него находятся соперники. Гардиан чекает как раз-таки право на балконе. Погибает к словак. Но Флейми хорошо поменял свое место расположения. Нет при этом диффузов у игроков защиты. И это без шансов для Маус Спорта. Отличный работа от Егора Васильева. Счет становится 3-2. Нави выходит вперед. Но бай теперь более-менее неплохой. Должен быть у игроков защиты и атаки. Ну да, немцы выбили с Юспиками своими 4,4 девайса из Нави. И это не так уж плохо. Да, все равно у Нави сохраняется преимущество экономическое. Но сейчас, мол, за, могут показать себя. Не имеется, правда, АВП. Поэтому ни Оскар, ни Лоул не смогут стрелять со снайперских винтовок. Приходится им играть только со штурмовыми. Можно было бы, наверное, без арморов купить. Но решили же, что именно таким образом распорядятся они своими финансами. Оскар имеет еще и второй армор. Симпл пытался прошить Ника. Не получилось. Ника своим выпадом уничтожает оппонента. И, наверное, самого страшного оппонента в составе Нави. Симпл раздает, как всегда, очень-очень серьезно. И сегодня он приписал к себе Симпл Маджишин. Магический мальчик. Это Маджис Бой номер два. Фокусник. Может, фокусник он имел в виду. Любит показывать фокус и попадать в хедшот своим соперникам. Причем так, чтобы соперники не догадывались, как же он это делает. Итак, Нави. Раскинули какие-то гранаты на дропруме. Ситуация 4 в 5. Преимущество за немецкой командой Мау Спортс. Ну и Нави решили отойти на Плент А. А Плент А прикрывается сейчас довольно хорошо. Подсадочка в боковухе. Деннис сидит. Деннис смотрит. И Эдвард, не знаю, прочекает ли эту стандартную позицию. Он ее чекает, но при этом Деннис сидит. И его просто-напросто не видно. Можно было просто прыгнуть. Развернулся Эдвард. Еще раз решил посмотреть. И в итоге был прав. Ника забирает Сизда. Размен один в один. Выход от команды Мау Спортс на точку А. 25 секунд до конца. Нужно двигаться, нужно торопиться. Спиди пока что довольно пассивно отыгрывает. Но при этом на Пленте у нас есть Оскар. И от него как раз-таки многое зависит. Эдвард пытается найти оппонента. Играет за машиной. Спиди погибает. Эдвард чекает Оскара. Оскар погиб. И на пятой секунде бомба ставится, друзья. Ловел Ника 2 в 3. Шансов немного. С парней, но Гардиан подставляется. Однако Флейми делает все-таки размен. Эдвард возле боковухи погибает. Флейми 1-1. Ковач эйс. Эйс от Ковача. Божечки мои, что этот парень делает. Но с другой стороны, на Ви хорошо заходили на Плент. Там мышиная защита была. По норкам просто засели. Оскар в одном углу, его тиммейт в другом углу. На Ви все зачекали, всех убили. Но Ник Ковач, как всегда, творит чудеса. Да, мы говорили, что форма у него может быть не такая, которую он раньше демонстрировал. Но фейзы не просто так его купили за нереальные бабки. И сейчас он демонстрирует нам фраги. Напоминаем, он делал опенфраг. Сам в начале из-за этого на Ви оказались в меньшинстве. Потом при выходе разменивались 1-1. И уже оказались 3-4. Ну и Ник завершил дело своего коллектива, который, кстати, ничем ему не помог. Ну и в соляную он может. В соляную он может, если дают. Оскар закупает себе в этом раунде АВП. Остальные играют с Фамосом плюс М4, плюс ЮМПшки. И Эдвард выходит под флешки. Быстрый раунд от На Ви на Б-Плент. Эдвард сносит Ника. Спиди попробует здесь давать буст. Нет, не делает. Ловел отстреливает одного. Гардиан падает. И под флешки должен Ловел открываться. Сейчас через смок пытается через шип зайти. Его никто не считал. Нет, Флейми прочитал. Откинув ему голову. Оскар вместе с Деннисом. На 4-х. Сис падает замертво. Точно выстрел Оскара с АВП. Тот пытается открыться с Кубан. Но На Ви поставили бомбу. Все в демаг. Ничего не видно. Деннис пытается метаться из угла в угол. И ничего не понимает о месторасположении противника. Симпл получает сквозь смок от Денниса. Флейми тем временем отвечает на теннис с Пита. И Оскар остался один. Через смок попробует сдать пусть бомбу. Но Флейми пробивает ему в голову. Да и Эдвард был уже в спине. Поэтому шансов у Оскара практически не было. 4-3. На Ви опять выходят вперед. И что самое главное. Они берут один из основополагающих раундов. В первой половине. Оставляют без денег своих соперников. В итоге мышки должны делать два экономических. Ну и На Ви могут взять и пятый, и шестой. Остается просто не ошибаться. Деннис с Пермармором, Спиди с Юспиком. Плюс Зюз у нас у Спиди в руках. Интересно, где он использует этот электрошокер. Конечно же идет в начале под дропрум. Хотя нет, на куб. На куб пошел на Б-мейн. Будет отсюда как-то пытаться вычислить. Да, у дуры будет прыгать. Оп, полетела халява. Проблема лишь в том, что за него не дают денег. И это, конечно, не самое приобретение выгодное. Однако Никас, но если еще и в голову оффлейме, Спиди в упор принимает Симпла. Сист вместе с Гардианом остается в доме против пятерых игроков. Мау Спортс, да, справились с Ковачем. Это, конечно, парень страшный. С ним справляться надо. Но теперь остается еще убить четверых. Это будет достаточно сложно. Потому что инфа по Систу и Гардиану есть. И они не решаются уйти с этой позиции. Они решают драться. До конца пушит Сист. Сист на арку пришел. Спиди в упор от него через смок пытается изойти. Нет, решает играть пассивно. Палит свое месторасположение. Байтит на себя. Сист не байтится. Он уходит поглубже. Вместе с Гардианом они решают все-таки успокоить немножко свое передвижение. Спиди получает по щам. И вот теперь уже для Na'Vi открываются нормальные перспективы. Но 2 в 3. Отставляется, правда, непонятно зачем. Мауза лезут просто по одному стреляться. Ну и, конечно же, Na'Vi демонстрирует высокий уровень стрельбы. Денис тем временем возле Куба выходит на дроп-рум. Чекает скалу, чекает дроп. Никого здесь нет. Просел довольно серьезно, а Сист погибает. 1 на 1. Оскар против Гардиан. А кто кого? Снайпер против снайпера. Только у одного Desert Eagle. Одни из лучших снайперов мира сейчас. При этом представители некогда одной страны Чехословакии. Гардиан чекает скалу. Оскар ловит тайминг. Начинает идти. Замечает. И тут Словако попадает неплохо, но все-таки Гардиан тащит. Там прострел, по-моему, из дегла дабл, потому что 50 хп остается у Гардиана. Хотя впечатление было такое, как будто Гардиан уже должен был быть красным. Ну что ж, затащили, но очень опасный раунд. Круто отыграл, конечно, Спиде со своим Зевсом. Классная идея. Подобрал УМПшку, затащил. Но потом зачем немцы начали подставляться? Непонятно. Да, ван-бай-ван. Выходить на сизды, то есть такие вещи, конечно, не прощают. Нави, сизд явно просто ждал поджимов. Причем у Моузов не было возможности эти поджимы как-то с флешками оборудовать. То есть они выходили на сухую и получали мгновенно хедшоты из Калаша, который не прощал. Просто Оскар пришел, рассказал Гардиану за предыдущий раунд. Да, рассказал. Вот так я тебе должен был дать в прошлом раунде, но тебе повезло. Но не дал. Эдвард, Оскар Денис отстрелил двоих. Ситуация 4 в 3. Преимущество за Нави опять-таки. Флейми тем временем на центре. Флейми чекает любые врывы и должен легко и просто справиться с Спиди. Спиди погибает. Флейми теперь просматривает дальше вплоть до КТ спауна, но не идет. Ну и Нави должны сейчас в кучку собраться, выйти на плент и взять шестой раунд. Так оно и должно быть. Моуза, напоминаю, два раунда играют без экономики подряд. Что означает то, что Нави выходит на 6-3. И только в следующем мы увидим девайсы полноценные. И там, может быть, Моуза что-то продемонстрирует. Но пока это выглядит так, слабенько. Спорные решения, спорная стрельба. Ну да, есть Ника, да, он вытаскивает Эйса. И что дальше? Как они с этим-то будут играть, если Ника не будет брать раунды? Для них не пока... Вообще не ясно пока, что Флейми выходит к двери из пристройка. Ника до свидания. Лоула остался один, он за обоими. И к нему грянул Сашка Симпл с АВП своим, но не получилось сыграть. Здесь Флейми добивает Лоула и таким образом засейвит АВП на следующий раунд. Итак, покупает нас Оскар АВП. 4 М-ки. АВП у Симпла. Когда-то писал у нас Александр Костелев, что станет снайпером в команде Нави. Опять-таки вернется и будет авапить. Ну и вот он. Симпл АВП, Гардиан АВП. Два снайпера за террористов. Интересное решение. Посмотрим, оправдают ли сейчас столь большие вложения ребята из команды Нави. Потому что АВП стоит 4 750 плюс арморы. Поэтому довольно много денег. Но они только одно АВП купили. Потому что за предыдущий раунд одно их засейвил. Эдвард передал сейчас Симплухе. Симпл как раз-таки с густа играет на плато. Но они ожидают поджима с Моуза не об этом. Они немного другого типа товарищей. Хотя Нико несколько раз уже подъезжал сюда на плато. Но в этот раз мы видим, он боится и не хочет двигаться. Гардиан законтролил лонг. Он здесь играет вместе с Эдвардом. Расположились двойками Нави. Плюс одного поставили на миде. И пытаются все точки, всевозможные запушить, законтролить. И, соответственно, подождать, когда будут пушить. Вот, подождали. Дождались. Симпл находит свой фраг на Нико. Лол выходит играть против него. Си страж на размене. Два в один размен на Б-планте. И атака начинается с стороны Маус Спортс на лонг. Деннис убивает Эдварда. Здесь Флейми. Тем временем пытался сражаться против Оскара. Но его снайперская винтовка оказалась намного сильнее. Сис тем временем расчищает Б-плент. Убивая Спиди. Оскар выходит вместе с своим тиммейтом играть против Б-планта. На котором к этому моменту, скорее всего, уже будет поставлена бомба. Оскар пушит. Прямо через Смок. Прямо через Молотов. И Гардиан его здесь находит. Полностью прочитав. Деннис остается один. Надо, наверное, Оскару было подождать своего тиммейта, который выходил в спину к оппонентам. И уже вместе с ним два на два сразиться. Но почему-то решил Оскар поторопиться. Сыграть неожиданно, внезапно. И сделать всю работу на себя. Но одеяло не поддалось. И Гардиан и компания вытаскивают этот раунд. Два кила для Гардиана. Два кила для Систа. Отличная работа от рожденных побеждать. Берут еще один раунд. Демонстрируют по-прежнему, что Коблстоун у них на довольно высоком уровне. И у этих парней все получается. Тем временем нам показали сейчас немножко из другого ракурса, как все происходит. Одинокие, скажем так, заблудившиеся игроманы какие-то ходят. Которые не понимают вообще, что здесь делают компьютеры. Ребят, тут на рулетках нужно играть, на аппаратах и так далее. А вы тут за компьютерами сидите. Но все-таки, наверное, в последние дни, когда все переместится уже на арену, всем все станет ясно и понятно. И довольно много... Хотелось бы, чтобы довольно много людей пришло и посмотрело. Тем временем Дэнни забирает нас с Эдварда. Ситуация 3 в 4. Оскар погиб в спиде также. Эдвард у команды Na'Vi. Na'Vi стоят, холдят и ждут. Два пистолета плюс калаш от Дэнниса. Ну и два на B. Два пистолета как раз-таки на B. Plenty Simple раскидывает у нас точку B. Кстати, уже не в первый раз я вижу под вот эту раскидку такую массовую. Команда Na'Vi просто берет и перегревается, уходит на точку A. Ну и тут Дэннис один. Сейчас Сист, по-моему, зайдет в спину к нему и ничего не получится. Вот он Сист на балконе. Упал. Дэннис его услышал как-то краем уха, но не до конца понял. А где же, где же? В итоге седьмой, даже восьмой уже, извините, для команды Na'Vi. Без шансов, без вариантов. Мауза отдают эту первую половину. Честно говоря, никакого просвета здесь и нету. Na'Vi вычисляют, Na'Vi стреляют сильнее, Na'Vi двигаются очень-очень неплохо. Гибкие атаки сразу же, как только получают какие-то размены по информации, начинают изменять свои векторы в более удобной точке. И WVP. Вот оно. Вот то, о чем я говорил. Это та самая надежда для мышек. Это WVP, это WVP для Ника, это снайперская винтовка для Оскара. Ну и то же самое с стороны Na'Vi. На атаке это смотрится несколько иначе. На атаке, конечно же, нужно играть на удержание в начале раунда. Ожидать ошибок от оппонента. Вот Оскар, например, открывался очень-очень быстро по лонгу. Понял, что его там ждут. Понял, что там ему сейчас еще и подпалят ножки. И он решает уйти. И быстренько у Денниса тем временем ставится на сене. И играет вместе с Оскаром. Оп, Эдвард ловит Денниса. Чехит лево. Но тут Словак тоже сыграл напережение. Еще киллы для команды. Ну, Маус Спортс – команда, которая потеряет совсем скоро одного из своих лидеров. Ника Ковача. Поэтому шансов у нас не очень много. Спиди с Эмкой за машиной. Эдвард начинает нашивать. Флейми тем временем пытается пройти на плент. Спиди отслил Гардиана. Коктейль Молотова мешает Флейми действовать. Все, бомба уже ушла, на самом деле, от Флейми. То есть они бегут на бэплент. Опять же, потому что есть инфа у Симпла, который дропнулся. Который, правда, не нашел там Ника Ковача и его АВП. Но Ковач будет играть в клоус-дистанциях. Он на Кубу. И самое главное, что его тиммейты все равно ему не помогут. То есть его тиммейты полностью зонированы Апленте. Ника, да, взорвал людей. Убил и Эдварда, и Сизда. Но теперь ему придется встретиться и с Симплом, и с Флейми. Которые будут идти со стороны Аплента. Да, он прекрасно это знает. У него под контролем имеется С4, которая находится слева от него. Ника не знает, войдет ли один из его оппонентов с дропрумы или, возможно, с плато. На самом деле, двойка атаки движется с двери и уже очень и очень близка. Не сокращая дистанцию, Флейми начинает зачем-то ставить бомбу. И в конце концов, Ника минусует всех, блин. Всех! 4 килла от него. Как? Почему Флейми начал ставить там бомбу? Что это вообще такое? Почему он начал ставить бомбу, при этом не спрятался в смоках до конца? Да, он просто даже ставил бомбу, при этом его было видно прекрасно. Но он ее ставил, потому что десятая секунда, и он не знал, где находится оппонент. Ну, у тебя еще есть 6 секунд зачекать. Мало того, ну, я думаю, что он, наверное, думал, что Ника ушел на плато. Нет, ну, там обычный договор. Я ставлю, ты прикрываешь. Но при этом нужно было бомбу ставить нормально, в смоках, там, спрятаться. Ладно, у нас быстрый раунд от Симпла, он открывается, получает по щам от лоу. Ника, тем временем, убивает еще и Флейми. И атака от Нави захлебывается. Однако Гардин находит враг на Ника, который слишком уж поверил в себя. Вышел на арку, погиб. И теперь уже Нави в меньшинстве решает, что им делать. У них Гардиан красный с одним хп. Сист вместе с Эдвардом решили просто заморозиться, стоять на месте. Мау Спорт, в свою очередь, в преимуществе. И решили, что тоже не стоит никуда бежать. Сист готов откидывать у нас гранаты в дропрум. Гардиан тем временем с АВП чекает боковуху. Гардиан откидывает флешку. На центре Деннис. Деннис, не знаю, ослеп, не ослеп. А Деннис прячется там за текстурой слева. Поэтому флешка ему нипочем. Ну и при этом довольно неплохой девайс нынче. ОМПшка, из которой всегда практически можно сделать один килл. Деннис стоит все там же. Сист проверяет перемычку. Рядом с ним Эдвард. Ребята на шифтах аккуратно перетягиваются к плену В. Оскар пытается пускать префайры. Ну и Эдвард, возможно, теперь догадывается о том, что слева находится Деннис. Хотя, опять же, почему? Как, 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 как? Как ты так уверен? Ваня? Не был он уверен. Совсем не было. И что самое главное, он теперь отдался. Оставив два на четыре. Гардиан с одним ХП. Деннис сыграет. Через флешку откроется. Убивает Ковача. И остается только Сизд. А Сизду не весело сейчас. Координировать уже больше некого. Можно сконцентрироваться только на стрельбе. Все тиммейты его погибли. Быстрый раунд на Б не удался. Перетянулись на А. Там не удалось выйти с интерпасса. Да, Сиз пропушил. Да, его месторасположение никому неизвестно. Но ему нужно убить четверых. Это слишком много. И мало того, восемь секунд оставалось. Так что шансов все равно не было. Он отдается лоулу. И это пять-восемь. Все равно еще достаточно неплохой счет. На атаке взять восьмерочку. Можно потом от защиты, от своих снайперов сыграть. Но в данный момент у них денег нету. Поэтому, скорее всего, мы увидим какой-то недобай. И, вполне возможно, 6-8 на счету. Ну, 9-6, 8-7. Вот такой счет у нас в любом случае будет. Наверное, скорее всего, сейчас отдадут Маузам шестой. И пока что немцы показывают уже намного более качественный конверсайк, нежели мы видели на мажоре. Тогда, я напоминаю, в первом туре на той же карте Мауз Спортс ужасно отыграли. И взяли там не более шести раундов, по-моему, или пяти раундов. В общем-то. Но при этом доминация была действительно намного жестче, чем в данный момент. Поэтому, может быть, все-таки немцы еще продемонстрируют хотя бы какой-то уровень игры. Нави. Эдвард погиб. Нави стоят на дропруме на мостике. Передропнули друг в другую бомбу. Флейми чекает лево. Справа никого нет. У Оскар, тем временем, он с АВП чекает боковуху. Гарден сейчас напорится, скорее всего, на АВП. Но нет. Оскар решил в последний момент отойти и уйти подальше, поглубже. Ну, а Нави уже в дропруме. Нави стоят теперь и попробуют зажать точку А с двух сторон. Оп, только что Денис проспал у нас соперника. Флейми, тем временем, ловит в спиде. Подбирает, ребята, М-ку. Еще одна ошибка для команды Маус Спортс. Эта ошибка может стоить раунда. Потому что сейчас и Оскара, и Дениса команда Нави постепенно зажимает. Да, но проблема в том, что Сист открылся и не по таймингу своим тиммейтам, которые могли бы помочь ему устроить здесь перекрестный огонь. Но не вышло. Как мы видим, да, раздамажили Оскара до 15 хп на дальней дистанции. Гарден вместе с Симплом пытались найти свой фраг. Здесь рт-глоп, но не вышло. Денис вышел против Гардена. До свидания, Ковач. И теперь уже Симпл вместе с Флейми точно так же отдают свои души. И это 6-8. И последний и заключительный раунд, в котором Нави, конечно, надо запатить по полной, чтобы его вытащить и выйти на еще более симпатичный для себя счет. Итак, последний решающий. Есть АВП интересного Нави? Денег там немного. Скорее всего, калаши. Навика не должно быть. Если есть авик, тогда есть шанс. Авика нет. Авик есть. Гардиан. Гардиан взял снайперскую винтовку. Ребята подходят под Б-плент. Пытаются, наверное... Нет, быстро не пушат. Прилетает стандартный смок. Причем смок от террористов. Этот смок обычно у нас там Симпл выходит. Но, наверное, не в этот раз. Нави стоят, Нави ждут. В принципе, могут со временем начинать действовать. Немцы не кладут смоки на мостик. Немцы не коктейлят здесь ничего. Немцы просто тоже играют довольно-таки пассивно. Деннис один на центре. Оскар притягивается на плент Б. Ну и в четыре штыка, в принципе, немцы могут принимать плент Б. И это довольно опасно для Нави. Так оно и есть на Флэме. Начинает открываться с дропрума. Здесь все в смоках. В спиде всех слышит. Пошел сам через флешку сыграть. У нас три ножа. Ну и оно его покарало. Флэме уничтожает его в голову. Лол тем временем отвечает с дерева. Дропается вниз. Остается у него 19 хп. Он пытается поменять свое месторасположение. Тем временем ему Ника должен помогать с Курятника. Убивает он Гардина. Симпл выходит на сражение. Но не попадает по оппоненту. Сашка, где твоя стрельба? Ты же обычно лучше намного исполняет Эдвард. Пока ему не помогает. Он просматривает коннектор. Симпл все-таки сносит Ника через стенку на Курятнике. Проходит дальше. Закуб прочекивает здесь. Убивает Оскара в дверях. Но все еще он не знает о месторасположении ловала. И кроме этого к нему в спину уже дышит Деннис. Который открывается с плато. Здесь Симпл убивает еще одного. Симпл оформив трипл килл. Погибает на месте. Эдвард приходит на его позицию. И теперь уже дуэль. Либо Иоанн, либо Деннис. Дениска или Иоанн. И Иоанн здесь берет этот раунд. Это 9-6 для Na'Vi. Аминь. Аминь. Святой Иоанн. Воистину святой. Взял раунд. Отличная работа от Вани Сухарева. Но опять же, как Симпл проморгали. Вот здесь он отлично прошивает Ника. Потом оцеливает скалу. Человек просто спиной стоит. Потому что Оскар ждал с коннектор Эдварда. Да, но при этом у него был просто тиммейт еще на пленте. Он был уверен, что его как-то разменяет. Человек на пленте размена так и не сделал. В итоге погиб. И оказался бесполезным игроком. Просидел там всю дорогу. В 9-6 победа команды Na'Vi в первой половине. Этот раунд довольно хорошо сыграл, наверное, на моральной составляющей Na'Vi. Сейчас все-таки поняли, что они выиграли с уверенным счетом, хорошим счетом. Но пистолеты могут все изменить. Немцы, правда, улыбки пропали. Ник красный, как обычно, сидит по центру. Но сейчас, наверное, уже будет меньше фейкспалнить. Потому что уже он не является игроком команды Mouth Sports. И в данный момент, по сути, является стендином. Ну что, отбивают пятюни ребят с команды Na'Vi. Матч продолжается, дорогие зрители. Na'Vi Mouth Sports. Вторая половина карта Cobblestone. Да, заключительный матч DreamHack'а сегодняшнего дня. И что у нас тут вообще по девайсам? Так, Найн, Оскар будет у нас скором или керри игроком Mouth Sports. Остальные, естественно, играют с первыми роморами, раскатка есть у спиди. Ну и мы видим то, что свои стопы. Это Аплэнд плюс Ника на дропруме, который будет отвлекать на себя оппонентов. Опять же, перекрывать коннектор. Сис на дальней дистанции ждет лонг. Нет, они решили уйти обратно. Да, и сейчас будут исполнять медленный раунд. Но Мауза известна своими медленными раундами. На шумере, обрати внимание, как у Na'Vi, вот перетяжка очень быстрая. Но на самом деле, если бы у нас в этот момент было 2-3 игрока на дропруме, они бы могли занимать хорошие позиции. Потому что Na'Vi в четвером уже стянулись на точку А. И сейчас А принимает втроем два человека на B-плейте. Эдвард с Юспиком просматривает даль. Тем временем у нас Сизд один возле дропрум. Ника ловит 57, ну 43 хэп-дэмэджа. 57 остается, но и Ника остается все там же. На мостик сверху, перетягиваются к нему тиммейты. И команда Мауз Спортс решила все-таки пойти на точку B. Да, за эту точку отвечает у нас Иван Сухарев. Сизд ему будет, если что, помогать. Соответственно, на перетяжке будет находиться у нас Гардиан. Ковыч дропается вниз. Три игрока атаки тем временем направляется на плато. Эдвард играет очень пассивно, откидывает одного. Ну и где там бог Юспика? Ну, приехал на один килл, дальше все-таки отдался. Сизд тем временем вместе с Гардиан кладут еще и Оскара вместе с Ковычем. Ловл и Спиди вдвоем про четырех игроков Na'Vi, которые сгруппировались на камнях и отстрелили оставшихся оппонентов. Это пистолетный раунд для Na'Vi. Они выходят на десятый раунд для себя. Мауз Спортс, в свою очередь, должны будут играть с Форсбайом. Это дидертыглы с первыми арморами от Ника. Что еще тут будет в руках у парней из мышек? Деннис берет тоже себе тег. Ну, Na'Vi берут стандартную закупку. Они покупают ОМПшки, вторые арморы. В общем, все как обычно сейчас в тренде. И мы ждем, не дождемся, пока ОМПшку будут все-таки как-то фиксить или не фиксить, или вообще что скажет Вал. Потому что у нас даже статья недавно вышла по поводу данного девайса на сайте hltv.org. Ну, а мышки действуют с пистолетами вторыми и первыми арморами. Выходит Ника на точку B, пытается реализовать и показать нам свой супердигл, но не получилось. Словак был к этому готов. Причем Гардин играет с первым армором, что не есть, наверное, очень хорошо. Но все-таки фраг он свой сделал. Хотя погиб теперь от ловала. И вот он первый армор. Сразу же выход из тека и до свидания, Словак. Клейми реализовал ОМП, забирает Денниса, выходящего из боковухи. И попытаются сейчас ребята из команды Mousport разыграть раунд 3 на 3. Ну, а немцы идут. Немцы идут снова на B. Пока что Na'Vi, мне кажется, не угадывает это месторасположение. Оставили SISD на коннекторе, если что, он поможет. То A, что B, Plan 2. Moza откинули смок на B и переориентировали свою атаку на A, Plan 2. Очень много пытаются запрековать. Очень много пытаются обманывать оппонента. Однако мы видим то, что Флэйми никуда не рыпается. Остается на A, Plan 2. SISD к нему приходит играть с балкона. Слышат оппонента на пристройках. Оскар уже пушит прострелы от Флэйми. SISD берет в просфайр оппонента. И Оскар, оставшись с тремя хп, все-таки вместе с Лоу забирает опорника на A. SISD зовет своего тиммейта. Говорит, Эдвард, приходи сюда, Ванюшу. Надо работать, надо играть. И, конечно же, конечно же, Иоанн приходит. Откидывает Молотова. Откидывает сейчас будет еще сверху флэшку SISD. И под это можно будет заходить, можно будет играть. Na'Vi идут вперед. На покройщике находят одного. Второго. Оскар погибает вместе со Спиди. И Лоу остается один против двойки. Na'Vi и отстреливает Эдварда. Дуэль против SISD. SISD найдет лицо оппонента. Да, по инфе выходит Денис. Сражаться против Лоула. Испанец все еще живет. SISD просто в тупую. Садится дифузить. И Лоу не верит. Он просто не верит. Но в конце концов выходит и до последней сотой секунды. Он убивает Дениса. Но не успевает. Да, хватило времени. Кричит Костин. Говорит. Na'Vi вперед. Тащи. 11-6 в пользу Na'Vi. Великолепный раунд. Рожденный побеждает Тащи. Хорошая идея. Будучи красным просто так в тупую взять и задифузить. Никто не ожидал подобного решения. Ну и плюс вот этот спрей, да. Звук спрея. Он мог немножко сбить толку игрока атаки. И, собственно, затащили рожденный побеждать. 11-6. Снова бай от команды Mouth Sports. Guardian на дереве. Где-то оппонента получает Молотова на себя. 75 км остается. Он дропается вниз. Идет смок. Играться Денис. Проходит смоковую завесу. Откидывается сверху еще Молотов. Очень классная стена из смоков от Mouth Sports. За этим возможность законтролить Плэнт. Сейчас уже будет поставлена бомба. Так она и происходит. Лоу тем временем убивает в спину Симпла. Ника отдает 2 кг. Анасисда и Guardian. Эдвард падает в следующем. И какой же раунд от Mouth Off на B. Плэнт. Просто стена смоков. Дальше подождали поджимающего со спины Саплэнта. И добили остатки оппонентов. Это 7-11, друзья. Да. Решили закупиться в этот раз Mouth. Поняли, что один Денис оставался в прошлой ситуации 1 на 1. Соответственно, денег было крайне мало у нас. У нас у Na'Vi. И легкий пуш. Затащили. Отлично. Na'Vi теперь должны играть с пистолетами. Вторая армора 11-7 и, возможно, 11-8. Но все зависит от того, сейчас Симпл покажет, супер-класс Дезерт Иглом или нет. При этом дефузы также имеются у рожденных побеждать. Симпл играет на точке А. Пока что, но перетягиваются ребята из команды Na'Vi на B. И, скорее всего, именно там сделают засаду. Денис ждет, когда же к нему все-таки кто-то подпушит. Но Ника будет пытаться через флешку открыться. Na'Vi ответили собственной флешкой. Эдвард вместе с Гардианом ждут. Смотрят дырку. Эдвард чекает. Пока никого не находит. Мауза очень-очень медленно, очень спокойно развивает свою атаку. В сторону B-планта. Все в пятером стоят на плато. Еще один, возможно, будет атаковать дропу. Там находится Спиди. Ну а Денис чекает один раз. Чекает второй раз. Все еще ждет. Никого не находит. Тист ждал здесь на дропруме. Оскар дропнулся к нему. Делает еще один килл по Гардиану. Эдвард отвечает на Дениса, но сам падает от выстрелов Оскара. Это трипл килл для Чеха в этом раунде. Симпл вместе с Флейми остается вдвоем. Что им здесь делать пока что не ясно, потому что они зонированы. Они вне позиции. Да, надо, наверное, сейвить свои арморы. Потому что в следующем раунде... Они уже сейвят. Думаешь? Они видят, ну, вторые арморы можно сохранить, сыграть в следующем раунде. И, естественно, ты никак не выбьешь из коннектора с этими деглами. Потому что это довольно узкое пространство. А туда направлены... Ну, видишь, Симпл не сейвит, он стреляется. Ну, он пытался просто повесить какие-то хэдшоты, наверное, уйти, но не дали. Не дали. Восьмой раунд для команды Маус Спорт. В следующем у нас у Нави денег не будет. И это выход на девятый, что уже неплохо. И, в принципе, немцы не так уж сильно отстают. Были бы команды, даже шансы, наверное, были бы неплохие на победу в этом матче. Ну, вообще, все бывает в этом мире. Да, мы сколько видели уже раундов на Нави отдали. Там, когда Нико убивался в ВП на Б-планте четверых. Потом еще до этого Эйс был. И раунд за раундом, кто знает, Нико Ковач, конечно, может вытаскивать определенные вещи. А у Нави предыдущий вот этот форсбай сейчас не дает им возможности закупаться в этом раунде. У Нави тоже есть люди, которые могут тащить. Могут. В принципе, все очень скилловые, если сравнивать банально вот так вот чисто скилл игроков. У Нави все должны быть на голову. Но мы их вообще воспринимаем фаворитами здесь, да, и они должны показывать уровень намного более высокий. И спину Флейми ловит Нико. Ситуация кардинально меняется. Лоуэл, Спиди вдвоем против троих. Флейми, правда, погиб. Егор Васильев минус. Но 2 на 2 шансы остаются. Сист в самом четвертом за контроли нам выходит. Прогорает немножко, 62 у него хп остается за купом. Пытается сражаться против Спиди. Лоу, тем временем за контроли у Курятник. Убивает Симпла с дальней дистанции из Калаша. Сиздуля обошел и отдался. И это 9-1-1, друзья. Отличная работа от Сизда. Круто ворвался в спину, сделал хедшоты. Начинаются байраунды. Нико пытается что-то объяснить. Ламыч подходит в спину. К спину подходит вставлять своим четвертой и рассказывать все, что надо. WP от защиты. Гардин вместе с Симплом будут пытаться исполнять большие зеленые волынки. Что касается Сизда, у него ни на что не хватило, кроме UMP. Это, конечно, очень обидно. У Гардина, кстати, не будет армора в этом раунде. Для снайперов не страшно. А Сизда, мне кажется, дал дроп на самом деле. Не могло не хватить. Скорее всего, он дал дроп. То ли одному, то ли второму. Хотя я не вижу. Но при этом Мауза выходит довольно медленно на Белонг. Летит много флешей. Гардиан не слепой. Ловит Оскара. Погибает в спиде. Эдвард должен забирать тоже Ника. Не получается у команды Мауз Порс абсолютно ничего в этом раунде. Ну и Ловул один против пятерых. Играет на центре. Возвращается к Драгон Лору. И уходит, наверное, на сейв. Скорее всего, должен уходить. Правда, минут 0.8 его найдут. Но за сейвить попытаться есть смысл. Ну, совсем топорный раунд, конечно, от Маузов. Нави все полностью читали, все полностью контролили. Легко и просто забирали своих оппонентов. В какой-то момент Мауза демонстрирует сумасшедшую борьбу. Жажду к победе. Вот Ловул, например, сейчас включается в эпизоды 2. Хэдшота на Симпла и Эдварда. Ему дают это сделать. И фокусник уже отлетает до свидания. Саша фокусник. И Ловул получает молотов. Отходит обратно сейвить. Кстати, то, чем занимается у нас Ловул, это очень хорошо для команды Мауз Спортс. Потому что, естественно, когда ты отдаешь раунд и все твои соперники выживают, это чрезвычайно плохо. А Ловул уже сделал 2 кила. Соответственно, Симпл и Эдвард должны сейчас терять свои денежки. Плюс у Симпла, я напоминаю, был снайперская винтовочка. И АВП не подбирает. У нас, кстати, игрок команды Нави, который побежал за этим АВиком. Ну и хороший бай у Мауз Спортс. Неплохой бай у команды Нави. Но если Мауз Спортс берут десятый, у Нави снова проседание по деньгам. Да, но я напоминаю то, что мышки играют за сильную сторону. Правда, они сами не считают так. Они сами выбирали защиту. Напоминаю, они взяли ножи. Ну и Оскар будет пытаться сейчас что-то нам показать со своей снайперской винтовкой. И Симпл играет на лонге. Соло Флейми стоит у двери. Откидывает сюда Смог. Расстреливает Спиди. Сразу же ответ от Лоу. Не заставил себя ждать. Симпл пытается открыться здесь с лонга. Зовет своих товарищей. Эдвард будет тоже помогать вместе с Сиздом, который уже смог перетянуться на балкончик. Эдвард дропнулся сюда. Получает молотов 81 хп. Симпл на обоих. Ждет кого-нибудь с лонга. Но гостей там пока что нет. Мауза решили остановиться. Замечу я. Интересное решение. Они опять же фейкуют, байтят. Нави на передвижение. Пытаются кого-то заметить. Пытаются кого-то вычислить еще до захода на точку. Для того, чтобы получить преимущество. Потому что пока же ситуация 4 в 4. Деннис на спуске смотрит коннектор. В пристройке у нас пока никого нет. При этом на пленте играет Ваня Эдвард. Но перед деревяхой ходит, бродит Саша Симпл. И вот вопрос. Сумеют ли его быстро убить? Если да, тогда путь к пленту А откроется. Останется зажать только Ваню Эдварда. И раунд идет копилка Маус Порс. При этом Симпл решил просто спрятаться. Вспоминаю мышиную защиту на первой половине. Как Оскар сидел вот ровно там же. И второй тоже в суперглубокой позиции. Но, видимо, ожидая то, что его не зачекают, это из-за того, что Эдвард есть. Это игра на удачу. Да, просто если Эдвард убьет одного и умрет, тогда скорее всего Симпла не зачекает. Если Эдвард просто погибнет, тогда должны проверять эту позицию. Она довольно популярная. Но вот он, Симпл. Симпл прячется пока на пленте. Видит Денниса, не стреляет. Начинает спрейть. Оцелевает одного. При этом бомба ставится перед пристройкой. Ловел находит голову. Симпл погибает. Погибает также Сист. Оцелевает Гардиан один против троих. Ловит коктейль Молотова и уходит на сейв. Это десятый раунд. Нет, не засейл еще и слова. Это десятый раунд для команды Маус Спортс, дорогие зрители. Интрига, интрига просто. Действительно, игра сохраняет интригу. Как они это делают? Как они это могли сделать? Мы-то думали, что это вообще языкатка для нас. На скелле Маус Спортс плюс, вот видишь, наверное, из-за того, что Ника уходит, как бы, ну и он, наверное, не так горит. Но тут кроме этого усиления от Оскара произошло. То есть разница между Маусами на мажоре и Маусами сейчас Оскар. Был Крис Джей, его убрали, решили то, что он слабое звено. Вы помните такую передачу, надеюсь. Люди там падали вниз. И Na'Vi сейчас падают вниз точно так же, как, в свою очередь, Крис Джей. И могут эту первую карту. Да, это не самое страшное, что в этом мире может случиться, потому что все еще... А прикинь ситуацию такую, Маус Спортс, в общем, там выигрывают, выигрывают дальше, Дримхак такой... А потом Na'Vi такие, ну сорян... Директор Маус Спортс подходит, директору Фейс выкладывает из кармана полляма. Такой, держи, он остается. Он остается. Ли-лям сверху типа... А я думал, ты расскажешь историю про то, как Na'Vi потом будут говорить, ну мы же чемпионом прикрали. Второй чемпионат подряд. Не, ну тут это все сказки, потому что... Тайм-аут от Na'Vi, друзья. Вот оно. Тайм-аут от Na'Vi. Кто бы мог подумать, что до такой ситуации может дойти... Смотри, как Ламыч там рассказывает, прям на ушко шепчет, Ника наклонился и давай рассказывать ему через TeamSpeak, что там происходит. Ника говорит, да, да, мать-аут от... Ламыч, кстати, ехал... Нет, не так, как я пел, не ехал. Летел. Летел в Соединенные Штаты Америки вместе с Ника, и наверняка у них был какой-то дружеский разговор, и скорее всего, я бы, наверное, так поступил, попросил бы Ника выложиться на максимум все-таки вот этот счет чемпионата. Ну, мне кажется, что такие звери, как Ника, не могут не выкладываться на максимум на лане, да, им хочется показать свою собственную крутость, везде где только возможно. Нет, ну, ты понимаешь, вопрос, видишь, слушать тренера, да, то есть по-любому есть игроки, которые бы там уже свой чемпионат, ну, пофиг, что он там болтает, если я просто отыграю, хорошо, неважно. Но вот слушать тренера в таких ситуациях, это очень-очень важно, и это хорошо, что, ну, мы видим, Ника прислушивался сейчас к Сергею Бижанову, и на команде Моу Спортс есть какой-то план, скажем так, да. Ну и Na'Vi. Ваня Эдвардс. Больше всяк, говорится сейчас, кстати. Идеи, идеи Ваня. Кстати, я заметил, что тут тоже какая-то есть сцена, что ли, потому что прошлая пара играла в своих наушниках, а эта пара играет в наушниках вертолетных. Фиг его знает, честно говоря. Поэтому, скорее всего, тоже какая-то мини-сцена там стоит, наверное. Ну, если она и была бы, я думаю, ее показывали. Но здесь изобилие это дело. Мы видим только задники красивые, которые показывают нам Лас-Вегас. Да. Ну что, они отжимают. Они отжимают паузу. Ну, бай сейчас или эко, наверное, я не помню. Только что они играли. Эко у них было. Эко у них было сейчас с юзубками. Да, следующий может быть бай. Посмотрим. Думается мне, что именно бай у них будет. Правда, не то чтобы прям очень красивый. Да, вот такой бай будет. Вы видели, да, сейчас это? Но, опять же, это раунд, в котором, если они проигрывают, то в следующем раунде у них будут деньги на девайсы. Это да. Это юмпики, ЦЗшка, 5-7, которые не страшно проиграть. Но если они его проигрывают, то они выходят на временную ничью. Для Мау Спортс это уже будет очень-очень большой буст. По морали, что самое главное. Ну и Гардиан, клоу, дистанция. ЦЗшка стоит. Здесь рядом еще Эдвард с 5-7. Пока что не палит свое месторасположение. Оскар откидывает смачок через миддл. И это, на самом деле, байт. Это фейк от Мау Спортс. Они поведут свою бомбу в сторону Аплента. Тем временем здесь работает Ника Ковач. Ника Ковач разрывает лица. Гардиан упал. Эдвард упал. Фейми до свидания. То есть разорвано налево и направо. Можете выходить хоть на А. Ну и Симпл вместе с Сиздом не ожидает, что именно на А точке окажутся оппоненты. Поэтому они сами ушли на коннектор. И теперь находятся вне позиции. Сизды Флейми вдвоем на точке Б. Они абсолютно не знают, что это фейк. Вот только сейчас Симпл скорее всего разговаривает. Нет, они знали, когда увидели игроков в дверях. Когда ушли сами на коннектор. Поэтому даже немножко хорошо говорили. Сизу МПМ. У него первый армор. Пытается здесь, наверное, отсылить хотя бы Ника, чтобы забрать его калаш. Ника грамотно отходит. Ждет до конца. Пытается сделать все таким образом, чтобы тиммейты успели подойти. Сиз, кстати, калаш пока не взял. Но погиб от Оскара. 12-12. Временная ничья. Остается 6 раундов, дорогие зрители. Ну и пока абсолютно непонятно, кто же станет победителем на карте Коблстоун. Да, хотелось бы увидеть здесь какую-то активную игру от Na'Vi. Они явно вот этот раунд зашифровали. Базарили о нем во время таймаута. Симпл, кстати, без раскидок. Вообще достаточно такой недобор по банкам. Плюс всего лишь один диффуз кит. Так что бай. Далек от идеала. Байышка. Хорошая, да. Сладкая залетает по Деннису. Ловел и Сиз. Приемка от Дениса. Даблкил на Ловела и Денниса Эдвард падает. Ковач снова тачит свою команду вперед. Даже несмотря на то, что уже достаточно лох-эпэшный. Но по снизу продолжают сражения. Он контролит сейчас коннектор. Но ведь тем временем перетянулись в сторону Бэпленда. Но бомба-то у Спиди, который не находится в дропруме. Он сверху. И он все еще имеет все возможности, чтобы перетянуться на Апленд, где уже находится Оскар, который пытается зачекать месторасположение противника. Нека находит Симплух, который пошел пушить дропруму по информации. Пытался сыграть Саша. И теперь уже Ника в дверях против Гардиана. Ковач, почему с ножом? Что это? Что делает просто Симпл и Гардиан? Один врывается в дропрум, другой с ножом бежит с точки Б. Хотя была только что информация. Что они творят? Флейме остается один против двоих. Его слышит прекрасно Оскар. Оскар играет возле коннектора. Дает информацию Спиди. Спиди бегает туда-сюда с бомбой просто в панике. Ну и все. Оскар знает, где находится... А это почему с ножом? Что это вообще? Он не ждал уже абсолютно никак. Ну как он не ждал? Он знает, что есть контроль коннектора у оппонента, потому что его отдали. Нет, он не знал. Ладно, хорошо, уже не важно. Он убивал. Все равно это не важно. Это просто какая-то... Это вафлянка какая-то. Это просто не раунд сейчас от Na'Vi. Зачем Симпл пошел пушить дробку? Ну ладно, не выдержали нервного напряжения. Вот не хватает порой. Хочется в авантюру сыграть. Хочется прямо. Но самое главное, что ни Симпл не выдержал. Даже если бы он не пошел туда, Оскар сам выходил на аплент. И по сути вот даже сама перетяжка эта быстрая на ад Симпл, она была откровенно не самым хорошим решением. Но если честно, немножко не повезло. Еще Сиз делает два минуса. И моментально Эдвард его не сумел разменять. Эдвард тоже погиб от рук Ника Ковача. Эдвард как раз-таки заговорили. Забирает Денниса. Сиз погибает. Ника делает килл. Ловел. Ох ты, Ника. Как же он разыгрался, друзья. Эдвард отрывает ловела. Так ему дают. Еще хедшот. Говорили, что Ника полгода назад последний раз как будто играл. И вот, по-моему, вернулся старый добрый Ника, который творит какие-то невероятные чудеса. Симбол остается. Один против двоих. Троих. Да. Погибает. 14-12. Ну что, друзья, готовьте свои стулья к полнейшему вообще пожару. Потому что начинает накалять. 14-12, друзья. И это означает, что Маус Спорт всего в одном раунде, в одном шаге от победы. Потому что в следующем, если Na'Vi сейчас проигрывают, у них денег не будет. Это закуп под нули. Это АВП для Гардена. Это недораскидки у остальных. Да, три диффуз кита. Окей, давайте посмотрим, что рожденные побеждать покажут нам в этом раунде. Потому что мыши, мыши хотят выигрывать. Мыши хотят в сетку венеров в группе D. И сейчас они готовы брать БК за рога. Ну а Na'Vi, конечно же, попробует сделать все, чтобы это не произошло. Молотова не точно откидывает со стороны атаки. Попытались они задымить там дропруму. Ну и постепенно так раскрывается в сторону плато. Гардиан! Какой тайминг! Почему же он здесь не стрелял? Не получилось. Эдвард тем временем получает Молотова. Открывается на Деннис. Отстреливает Денниса. Спиди отвечает на Эдварда. Сипл минусует Спиди. Сиз погибает. Сипл погибает. У Гардиан отвечают неплохо на выход от Оскара. На Б-планте. За Олень. И нам откидывают по себе смог. Для того, чтобы получить с этой позиции. И теперь уже Мау Спортс. Один красный ловел. Ник продолжает сканировать место при помощи АВП. Гардиан вместе с Флейми против него. Гардиан на пленте. За статуей. Чекает пока ступеньки. Ребята из команды Мау Спортс не торопятся. Ловел красный. Ника 76. Ника, правда, играет с АВП. Ника катрирует Словака. И Словак погибает. Флейми палит свою позицию. Есть по нему информация. Правда, Ника не выходит на размен. 15 хп. 15-12. В пользу команды Мау Спортс. Они в одном шаге от ключевой победы на этом чемпионате. Это Бестфадин матч. Первый тур в каждой группе. Напоминаю, что победитель проходит дальше. Проигравший падает в сетку лузеров. И если, например, проиграют Na'Vi, то завтра они будут сражаться на одной карте. И там уже проигравший вылетит с этого чемпионата. Поэтому Na'Vi, естественно, заинтересованы. Все команды заинтересованы в этой победе. Потому что доводить все до вот этой решающей Бестфадин встречи никому не хочется. Потому что Бестфадин это всегда рендом. Причем, в отличие от Нипов, они будут играть не против ТЛО. Они будут играть против Фейзов вообще-то. Или Ренегадов, стоп. Кто там проиграл, точнее. Ренегадов проиграли, да. Но против Ренегадов, которые сегодня показали 16-14 против Фейзов. Ну, не самый сильный соперник, конечно. Но все равно. Мало ли, вдруг Ренегады завтра. Вот сейчас был не самый сильный соперник вообще-то. Посмотрите на Моус Спорт. Что это вообще такое? Это же просто разорви рот. И Na'Vi. Na'Vi пытаются здесь что-то предпринять. Эдвард пропушил плато. Получил фраг на ловело. Но для атаки размен один в один, как вы знаете, более приемлем, нежели для защиты. И Na'Vi пытаются угадать. Оставив одного Сизда на Б-пленте, Денис отправил всех. Говорит, пацаны, уходите на А. Наверняка Моуза фейкует. Наверняка это будет какой-то выход в сторону А-плента. Но пока никто ничего не знает. Сиз попытается добыть информацию для своего коллектива. Он пытается пропушить здесь плато. Но пока что за смоками ничего не видно. Гардиан слышит, что в дропруме находятся оппоненты. Откидывают флешки. Но Гардиан пока не выходит играть пассивно. Упали у нас Моуза в дропрум. Симплу удалось забрать Оскара. Тем временем коннектор занят ребятами из команды Моуспортс. Они возвращаются на точку Б, проверяют всевозможные позиции. На Б-пленте у нас никого нет. Сиз играет на лонге. Играет с Эмкой. Мышки все проверяют. Естественно, никого не видят. Бомбы устанавливают. Ника занимает лонг. И сейчас придется очень и очень не сладко игрокам команды Na'Vi. Даже несмотря на то, что у них преимущество. Ника, ван тэп. Минус сиз. Что лепит Ника? Как же круто он играет, друзья. Это просто какой-то его... Подожди, подожди. Флейми убивает Ника. Флейми убивает Ника. И теперь вот тот самый танк завален. Можно, можно без Бизона играть. Спиди с Деннисом. Попробует, конечно, отразить атаку на амину. Тут Саша Сипл промахивается. Пытается дальше пробить через деревяхи Денниса. Но не попадает еще одним шотом. Пытается уже наугад играть. Но не получится. Это GG, друзья. Na'Vi проигрывают в первом матче DreamHack Masters Las Vegas. И, конечно же, Ломобот и компания супер довольны стрельбой Ника и своей игрой. Да, кто бы мог подумать, дорогие зрители, что команда, которая, в принципе, уже потеряла ключевого своего игрока, выиграет и пройдет дальше команду Na'Vi. У Na'Vi, опять же, я не знаю. Почему у Ковача футболка Денниса? Мне кто-нибудь объяснит. Я не знаю. Смотри, у него сзади футболка Денниса написана. Ладно, неважно. Ну, потому что не хватило футболок. Видимо, да. Его уже выгнали. Он уже сжег свою футболку просто. Он не отдал, да, кому-то думал, что не будет играть.